Добрый вечер! Как всегда, в это время вы смотрите очередной выпуск субботней программы «Дежурный по печенге» в студии Пётр Широбоков. Вначале коротко некоторые темы выпуска. Металлургический цех Кольской ГМК закрывается. Чего ждать персоналу? Этот хлеб, он на закваске, на живой закваске. Это которое, как наши прапрабабабушки пекли, хлеб, вода и мука. И всё. Ну, так сказать, дикие дрожжи. Хлеб и не только. Победители конкурса беспроцентных займов «Нурникеля» рассказали, что создадут в Печенском районе. Марафон состоялся. Мы в очередной раз побили все рекорды как по количеству команд, так и по количеству участников. Корпоративные волонтёры Кольской ГМК подвели итоги пятого эко-марафона «Понеслось». Ну вот теперь все подробности. В начале новости большой компании «Нурникель» провёл ежегодный день инвестора. Руководство компании представило инвестиционному сообществу актуализированную информацию по производственным и финансовым показателям, а также прогноз по рынку металлов. Но и своё стратегическое видение бизнеса компании в течение следующих десяти лет с особым фокусом на устойчивое развитие и экологичность. Несмотря на вызовы для мировой экономики, связанные с пандемией коронавируса, компания подтверждает свои намерения по значительному увеличению инвестиций в комплексное развитие горнорудной базы и перерабатывающих мощностей, что позволит увеличить производство металлов более чем на 30% к 2030 году. Менеджмент «Нурникеля» ожидает, что глобальный тренд на переход к зелёной экономике предоставляет компании уникальную возможность стать одним из ключевых игроков на рынке металлов, необходимых для формирования низкоуглеродного мира в целом и экологически чистого транспорта в частности. Глобальный переход к зелёной экономике потребует больших объёмов никеля, меди, палладия и платины. Поэтому мы инвестируем в экологический рост производства. Мы намерены быть абсолютно прозрачными и удобными для наших клиентов за счёт современных цифровых решений. «Нурникель» как лидер отрасли и ответственная компания продолжат выстраивать свою стратегию на принципах устойчивого развития и с учётом общественных интересов. Для реализации стратегии роста и проектов по решению экологических проблем «Нурникель» актуализировал долгосрочный план по капитальным затратам и объявил о начале активной фазы инвестиционного цикла в следующем году. Общий объём инвестиций составит более 27 миллиардов долларов США на ближайшие 10 лет, из которых около 5,5 миллиардов будет направлено на проекты по снижению негативного влияния на окружающую среду. Металлургический цех «Кольская ГМК» в Мончегорске полностью прекратит свою работу 1 мая 2021 года. Обновлённое производство «Меди» заработает ориентировочно в 2025 году, а до этого момента работу по производству «Меди» возьмёт на себя Норильск. Как будет проходить процесс и чего ждать персоналу, рассказал генеральный директор КГМК Евгений Борзенко. Президент Норникеля Владимир Потанин поставил перед коллективом амбициозную задачу за 5-7 лет получить Норникелю право называться «зелёной компанией», а для этого необходимо снижать влияние на окружающую среду. Добиться этого можно не только внедряя наилучшие доступные технологии, но и отказываясь от старых неэкологичных переделов, которые просто не подлежат модернизации. В третьей декаде декабря, например, будет закрыт плавильный цех в Никеле. Этому событию предшествовала большая работа и прежде всего с работниками предприятия. А ещё раньше был закрыт старый завод в центре Норильска. Теперь весь накопленный опыт Норникеля по работе с персоналом будет использован и в Манчегорске. Алгоритм следующий. Мы сейчас уже проводим анкетирование персонала, понимаем и спрашиваем у людей, что они хотят и как они мыслят в своем будущем в связи с объявлением о закрытии. Мною уже подписан и введён в действие приказ с соцпрограммами. Они абсолютно аналогичны программам плавильного цеха и понятны. Мы все эти процессы уже и забюджетировали, все наши затраты. По аналогии с плавильным цехом будут организованы горячая линия для работников цеха металлургического и центра трудоустройства в онлайн формате. Но при этом представители службы персонала в цехе будут работать очно и будут доступны все приёмы по личным вопросам руководителей любого уровня, в том числе и у меня. В случае необходимости решения каких-то возможно нестандартных моментов. В периметре работ с персоналом 727 штатных единиц. Это работники металлургического и вспомогательных цехов Кольской ГМК, а также сотрудники печень-гостроя. Цифра эта, говорят специалисты, живая и постоянно меняется, ведь некоторые работники уже уходят на пенсию, увольняются или трудоустраиваются в другие подразделения КГМК. Модернизация меди-рафинировочного производства – не единственный проект, который существенно улучшит экологическую ситуацию в Манчегорске. Но помимо этого мы продолжаем заниматься модернизацией остающегося в работе оборудования других цехов, в частности рафинировочный цех. И у нас уже в стадии реализации два основных проекта, связанные с серно-кислотным отделением рафинировочного цеха. Это мы строим дополнительные фильтра по очистке отходящих газов рафинировочного цеха, так называемый наш проект УГТ-40. И полностью реконструируем четвертую технологическую цепочку серно-кислотного отделения, что позволит нам совершенно устойчиво и стабильно утилизировать практически все отходящие газы серно-кислотных. В реконструкцию меди-рафинировочных мощностей на Манчегорской промплощадке Норникель планирует инвестировать почти 91 миллиард рублей за пять лет. Большая программа по переходу на зеленые технологии реализуется и в цехе электролиза никеля. По словам генерального директора Евгения Борзенко, по экологической дорожной карте Кольская ГМК идет уверенно, достигая поставленных задач. Петр Широбоков, ТВ-21 Ну и вот теперь о проектах, о которых говорил Евгений Борзенко, направленных на снижение выбросов и улучшение экологической обстановки на Манчегорской промплощадке, расскажем более подробно. Один из таких проектов – это техническое перевооружение четвертой технологической системы серно-кислотного отделения рафинировочного цеха, которая была выведена из эксплуатации еще в 2000 году. Решение о возвращении ее в производственный цикл связано с намерением компании снизить выбросы в отходящих газах. Проект, в первую очередь, для компании важен тем, что он является экологическим, то есть он решает экологические проблемы и снижает вредные выбросы. Не секрет, что благодаря новой системе, четвертой технологической системе СКО, мы планируем более чем на 400 тонн в год снизить выбросы серосодержащих газов. Значит, вторым немаловажным моментом является повышение надежности и эффективности работы всего оборудования серно-кислотного отделения, потому что новая система является более совершенной, более надежной, обладает высокими средствами автоматизации. Этот проект стоимостью более 7 миллиардов 800 миллионов рублей планируется реализовать в 2023 году. В эти же сроки компания планирует завершить замену электрофильтров очистки технологических газов печей кипящего слоя рафинировочного цеха. Для реализации этого проекта на территории цеха будет построено новое здание газоочистки, где установят 4 четырехпольных электрофильтра, вспомогательное оборудование и автоматизированную систему управления технологическим процессом. Одновременная реализация двух взаимосвязанных проектов повысит эффективность работы серно-кислотного производства Кольской ГМК и снизит выбросы в атмосферу. Гармония может быть не только в природе, но и на работе. Студия Артемия Лебедева представила руководство по оформлению интерьеров социально-бытовых объектов компании. На предприятиях Нурникеля каждый день заступают на смену десятки тысяч сотрудников, которые не только работают, но отдыхают, обедают, занимаются спортом в организованных для этого местах. Правила оформления сверстаны теперь в единый альбом, где для каждого помещения даны рекомендации по отделке, оборудованию, устройству освещения, подобраны конкретные модели мебели и отделочные материалы, сообщили в студии Артемия Лебедева. К примеру, разработчики считают, что вместо обычного поста охраны с маленьким окошком можно установить открытую и светлую стойку, а в вестибюле предусмотреть удобные места для сидения. Материалы отделки рекомендуют функциональные и создающие атмосферу комфорта за счет цвета и натуральных текстур. Стены офисных коридоров предлагают украсить декоративными панно и зеркалами. Кроме того, проработано оформление столовых, раздевалок с душевыми и других социально-бытовых помещений. Реализовать проект планируется до конца 2023 года. Напомним, студия Артемия Лебедева также разработала дизайн-код промплощадок Кольская ГМК в Мончегорске и Заполярном. Его поэтапное внедрение начнется в ближайшее время. Скамейки из пластикового мусора, свежий хлеб и новый отель. Победители конкурса беспроцентных займов Норникеля рассказали, что создадут в Печенском районе. Заварим свежий чай. У нас фирменный чай с травами есть. Пока закипает вода, Сергей рассказывает историю проекта. Все началось с курсов социального предпринимательства и первого займа от Норникеля на центр активного отдыха. Открылись, ну а потом пандемия. Что ж. У нас очень много было снега в этом году по весне. Можно было кататься вплоть до июня, наверное. Но, к сожалению, не могли. Форс-мажор не остановил. Более того, за время локдауна оформилась новая идея. Рядом с горками и кафе поставить гостиницу. Велосипед Сергей изобретать не стал. Договорился о франшизе с известной петербургской сетью. Помощью в новом проекте будут опыт партнеров, известный бренд, общая система бронирования и ожидаемый для клиентов уровень сервиса. С минималистичными, недорогими, но автономными и современными апартаментами. Каждый номер у них оборудован мини-кухней, чтобы туристы и путешественники минимально зависели от условий, в которых они будут проживать. То есть захотел, будет готовить. Не захочет, готовить. Будет приходить к нам в наше кафе и будем их кормить. Пока обсуждаем потенциал рынка и дефицит места размещения в Заполярном, к разговору присоединяется конкурент Сергея по конкурсу беспроцентных займов, а теперь, возможно, будущий бизнес-партнер Зоя Тульцева. Ее проект – пекарня кондитерская. Этот хлеб, он на закваске, на живой закваске. Это которое, как наши прапрабабабушки пекли, хлеб, вода и мука, и все. Ну, так сказать, дикие дрожжи. Багет, чаобат и тартин – пышные и ароматные круассаны. Пока это штучное производство. Приготовлено все дома. Но ресурсы квартиры уже исчерпаны, а спрос еще не удовлетворен. Сначала для себя, потом для знакомых, для семьи. И вот, и все прям мне каждый раз, тебе пора открываться, тебе пора открываться. И я решила, что пора действительно. Брет хлеб по-норвежски. В логотипе отсылает к популярному в Европе формату торговли. Пекарня кондитерская и кафе под одной крышей. Чтобы за свежими булочками зайти, с соседями поговорить, чашку чая выпить. То есть кондитерская пекарня, посадочные места, детская игровая зона небольшая, уголок будет, зона для пеленания малышей, кормления. Потому что у нас тоже этого в городе нет. По первому образованию Зоя – экономист, умеет не только готовить, но и считать. Сейчас главная загвоздка – подобрать помещение. По оборудованию, обучению персонала и разработке продуктовой линейки договоренности уже есть. Конечно, я еще прям новичок-новичок, для меня это будет стартап, но я очень рада, что в моем окружении есть люди, которые мне могут помочь. Скамейки, лавочки, урны и другие товары для благоустройства заполярных городов намерен производить еще один победитель конкурса. Конкурентными преимуществами его продукции станут и долговечность, прочность, и низкая цена. Но главный козырь – экологичность. Технология, которая позволяет перерабатывать разнородный пластик и превращать мусор, отходы, от которых мы не можем сейчас на текущий момент избежать, в полезные вещи, тем более полезные для нашего округа. Сырье для производства – пластиковый мусор и песок. Каждая скамейка избавит природу от 50 килограммов использованных упаковочных материалов, пакетов, бутылок. В год линия сможет переработать до 100 тонн отходов. И такие заводы уже действуют в 22 городах страны. В перечень продукции входят и ограждения, также есть и остановки автобусные, можно изготавливать из этой продукции. Достаточно широкий ассортимент, порядка 40 позиций. 11 очень разных проектов – от молочной фермы и хозяйства аквакультуры до завода по производству абразивных материалов – получили шанс на реализацию благодаря конкурсу беспроцентных займов норникеля. Его оператором выступил центр «Вторая школа». Перед нами стоит задача, помимо того, что провести конкурс, но и сопроводить людей. Это очень важно. И наша задача сделать это качественно, чтобы все предприниматели, которые стали победителем, смогли реализовать те цели и те задачи, которые они перед собой поставили на будущие пять лет. Победителями конкурса, кроме жителей Печенского округа, стали предприниматели из других муниципалитетов Мурманской области, а также из Вологды и Екатеринбурга. Корпоративные волонтёры Кольской ГМК подвели итоги пятого эко-марафона «Понеслось», организованного норникелем. 450 волонтёров, объединившись в 54 команды, развивали спорт и туризм, благоустраивали, убирали и озеленяли территории, спасали памятники и помогали животным. Пятый сезон стал по-настоящему рекордным. Марафон состоялся. Мы в очередной раз побили все рекорды как по количеству команд, так и по количеству участников. В очередной раз Кольская площадка, не побоюсь этого слова, заняла первое место по количеству команд, по количеству проектов, реализованных, за что вам всем огромное спасибо от лица как компании, так и просто жителей, я думаю, и Мончегорска, и Печенского района. Кроме реализованных согласно положению марафона проектов, волонтёры «Понеслось» по своей инициативе поздравляли ветеранов с юбилеем Великой Победы, помогали людям, находившимся на самоизоляции, вручали школьникам подарки в День знаний. И всё это в нерабочее, своё личное время. В этом году команды настолько профессионально выполняли все свои проекты, настолько проекты были намного сильнее и намного востребованные, что прямо хочется поаплодировать и пожелать всем участникам и Печенском округе, и в городе Мончегорске дальнейших успехов. И я хочу сказать, что действительно всё, что вы делаете для муниципалитетов, это большое-большое подспорье. Действительно, помощь, которую волонтёры оказывали в этом году, неоценима. Мы бы сами, администрация, конечно, не справились бы со всеми поставленными задачами, за что огромное всем спасибо. Всем хочу пожелать удачи, перспективных проектов интересных. Будем работать вместе. Главное, будьте здоровы. В пятом сезоне эко-марафона «Понеслось» наградами отметили три реализованных проекта. Над каждым из них, сообща, трудились по несколько команд. Первое место – проект из Мончегорска «Мы с мечты». Второе – также за Мончегорском проект «КП-2.Объединение». Третье место у Никельского проекта «Про добро». Год был непростой, в необычном режиме. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы успешно завершили все проекты, которые запланировали. За то, что вы поддерживали друг друга, за то, что вы поддерживали меня. Вы помогали не только словом, но и делом. Мы реально, мы не просто команда. Мы настоящая семья. Я вами горжусь. Также экспертный совет отметил специальной наградой проект «Наш парк. Продолжение», добавивший ярких красок городскому парку Мончегорска. Петр Широбоков, ТВ21+. Вот на этом очередной выпуск субботней программы «Дежурный по печенге» завершен. В студии был Петр Широбоков. Будьте здоровы и до встречи через неделю. Субтитры подогнал «Симон»!